Дорогие друзья, сегодня я вам хочу показать очень простой метод приготовления живой воды. У нас в водопроводе вода очень хорошая. Я замерял ее потенциал. Но для того, чтобы очистить ее от излишков кальция, чтобы сделать ее живой, нужно сделать вот что. Налить обычной водопроводной воды, неполную бутылку, пятилитровую, и выставить ее на мороз. Сейчас у нас за окном зима. Мы буквально вчера выставили на улицу, и сегодня вода подмерзла. Я сейчас только две минуты как занес ее. Здесь видно, что внутри булькают пузыри. Видите? Образовался слой льда примерно толщиной 3-4 сантиметра. А вот та вода, которая осталась внутри, это так называемый рассольчик, в котором остались все соли, которые человеку вредны. Поэтому я сейчас что сделаю? Я пробиваю ножом. Пробиваю отверстие. Вот. Вы видите, нож прошел сквозь отверстие. И сейчас я этот рассольчик благополучно солью. Для того, чтобы он быстро удалился, надо пробить два отверстия. Чтобы в одно входил воздух, а из другого вытекала вода. Это я делаю первый раз. Поэтому небольшие накладки. Ну вот. Слышите как? Вот она, течет вода. Рассольчик я вымыл буквально за одну минуту. Там остался лед. Вы видите, там пузырь воздушный внутри. Остальной лед это талая, будет у меня талая живая вода. Вода, которую я буду пить завтра утром натощак. За 15 минут до завтрака. И после двух часов. После завтрака, после обеда и после ужина. Эта вода очистит вам дополнительно ваши кровеносные сосуды. Подписывайтесь на мой канал. Я вам потом расскажу. Как с помощью воздуха, воды, солнца и земли жить вечно. С вами был Николай Полыгер. Спасибо. Спасибо.